Давай! Хлоп! Кажется, все будет нормально. Может быть такое, как с этим жить? Надо было еще такую штучку, так хлоп делать, и так. И вот так хлоп. Но это может быть вычеркнуть, если что, поэтому... Твой почерк. Что же это такое? Я бы хотела сегодня поговорить на эту тему через пример проекта, который экспериментально получилось реализовать в декабре 2018 года, который также назывался Твой почерк. Это был проект онлайн, где мы узким кругом заинтересованных людей пытались найти свою индивидуальность, пытались понять, что же нам мешает иногда раскрывать ее. И здесь, пожалуй, возникла такая интересная тема, которая помогла нам приблизиться к тому, что мы искали. Безусловно, обладая большим количеством информации, которая каждый день на нас сваливается через СМИ, через интернет, через литературу, мы иногда просто теряемся в ее потоке и не можем понять, что действительно является истинно нашим, что действительно нам интересно, каковы наши желания. И когда человек даже не успевает подумать об этом, конечно же, ему сложнее показать свой почерк, конечно же, ему сложнее реализовать свои мысли. И на проекте мы очень часто разбирались, что нас внутри тревожит, пытались полюбить свои недостатки, пытались действительно подружиться с собой. Ведь действительно, самый главный, наверное, ограничитель, который вступает в полемику с почерком, это мы сами. И очень интересно было наблюдать за участницами, которые в процессе развивались и менялись, отпустив какие-то обусловленности, какие-то вещи, которые были навязаны, может быть, из социума или из медиа. И вот что интересно, как только люди стали проще относиться к потоку информации, они действительно поняли, что для них важнее. Каждый из нас от рождения наделен теми навыками и теми способностями, которые действительно помогут нам самовыразиться и реализоваться в жизни. Просто иногда нам кажется, что этого мало, и мы пытаемся взять все. Но на самом деле, по большому счету, это дело нашей дисциплины. Это дело лишь момента, когда мы умеем отсеивать ненужное. И действительно, степень самосвободы должна находиться на таком уровне, чтобы вас ничего не могло остановить. Чтобы вы понимали, что в любой момент вы можете сделать паузу, вас не будет интересовать вопрос темпа, вы будете просто спокойно двигаться по своей цели, к своей индивидуальности. И поэтому твой почерк – это скорее эмоциональная, техническая, моральная, наверное, целостность, готовность, которая проявляется уже впоследствии в разговоре, в движениях. Даже в способе готовить борщ может проявляться твой почерк. Поэтому на себя не нужно давить, не нужно от себя требовать в данную секунду быть индивидуальным. Просто когда вы поймете, что сейчас я готов, я готов стать на ступень своей самореализации. Я не хочу исполнять мечту своей мамы и быть классным поваром. Я хочу быть классным кондитером, и в этом будет моя уникальность, и в этом будет мой почерк. Когда вы это осознаете, то все начало происходить само по себе. Главное не только найти свой почерк, а узнать, смог ли я приблизиться к себе настоящему. Ведь это действительно вдохновляет, когда мы проживаем свою жизнь и наполняем ее своими деталями, своими желаниями, своим почерком. Я поняла за весь проект и за всю свою деятельность, что самое настоящее, оно всегда у нас внутри. И мы действительно по факту-то знаем, что нам нужно. И когда мы не боимся сказать чему-то нет, то в этот момент начинает проявляться наша истинная сущность. И начинают случаться такие чудеса, что даже додумаешь, а с одной ли это происходит? А что я делала раньше? От этих инсайтов и нужно найти. А это приходит только во время процесса. Потому оставайтесь на своем пути, ничего от себя не ждите, ничего не ждите от других. Просто старайтесь максимально четко вычленять для себя информацию и понимать, что не обязательно все знать в этой жизни. Важно знать, где вы можете это посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok